Заметки электрика Реле контроля фаз, реле контроля напряжения трехфазной сети применено EL11E. Я уже неоднократно рассказывал про мое отношение к этому реле, а именно от производителя реле и автоматика, что они очень часто выходят из строя, сильно греются, тоже теплые достаточно и очень ненадежные. В принципе, никаких нареканий к продукции евроавтоматика белорусским у меня нет. Я уже неоднократно показывал эти изделия у себя на канале, зарекомендовали они себя достаточно хорошо. Поэтому вот и решил попробовать и здесь заменить проблемное реле, чтобы не возникало никаких проблем в дальнейшей эксплуатации. А заменить решил на аналогичное по функциям реле контроля фаз SKF 318-1. Причем вот оно занимает всего один модуль. Собственно, раньше я вам уже показывал, что подобные проблемы я решал путем установки реле EL11, либо EL12, тоже одномодульные, от Meander. Ну, сейчас решил попробовать евроавтоматику. Так, ну, немножко пробежимся по самому шкафу ВР. В общем, это у нас вот первый автомат питания ввода один с ТСНа первого, вот второй с ТСНа второго, соответственно. И собран здесь АВР на двух контакторах, один КМ и два КМ. Вот видно сейчас питание взято с первого ввода, контактор один КМ подтянут, что, соответственно, видно и по индикации. Здесь у нас подключена вся наша нагрузка, подходящие потребители. Вот, в принципе, и все. Ну, и здесь установлены SF1 и автомат SF2, питание оперативных цепей, ну, самих АВР и катушек этих контакторов. Ну, чуть позже я вам эту схемку поясню. Подключение реле у нас идентичное, то есть здесь вверху приходит питание, три фазы для контроля напряжения подключаются на соответствующие клеммы, один, три, шесть, четыре. И, соответственно, здесь у нас используются в схеме два контакта, один закрытый, один открытый. Здесь у нас у реле имеется два переключающих контакта, то есть нам этого будет более чем достаточно. Ну, а сейчас отключаем питание, то есть отключаю автомат SF1, питание реле контроля фаз, и отключаю SF2 автомат. То есть всё, оба контактора у нас отпали, и напряжения как на со стороны питания, так и на этих отходящих проводниках нет. Сейчас произведу замену. На всякий случай проверяем отсутствие напряжения. Напряжения у нас нет. Так, это у нас закрытая пара. 15-16, и это у нас открытая пара. Здесь у нас по порядку 1, 2, 3 фаза, или 1, 2, 3 по питанию. И здесь у нас закрыта пара 6-10, а открыта 1-7. Всё, запомнили. Сторон вот так вот отведём пока. Вот так вот отведём. Так, и здесь. Всё. Сейчас мы его... Реле КВ-1 мы сняли. Горячее оно, горячее. Греется они. Как грелись раньше, так и греются. Продолжают греться. Берём наше реле. Открываем тут защёлки. Одномодульное. Одномодульное. Всё аккуратно. И защёлкиваем на один рейку. Ну и сейчас я здесь подключу сначала фазы, потом буду подключать уже выходные контакты. Так, первую фазу подключаем на клемму 1. Вторую фазу подключаем на клемму 3. И третью фазу подключаем на клемму 6. Согласно схемы. В общем, подключил предварительное питание. Вот видите, здесь 1, 2, 3. Фазы подключил на соответствующие клеммы. Но реле у меня не запустилось. Потому что для данного реле, для данного реле необходим ещё и ноль. То есть он контролирует напряжение по каждой фазе. Так как у меня на этом реле нуля не было, то, соответственно, я вот пока сделал здесь временную перемычку на ноль. Вот. Отключил сюда. Ну, чтобы проверить реле. Сейчас реле у нас, на реле горит жёлтый светодиод R. Что говорит нам о его готовности. Всё, в принципе, можно расключать уже схему. Так. Пара у нас 6.10. Это закрытая была. Соответственно, мы её подключаем на выводы на контакт, переключающий 8.9. Так. А 1.7. Это у нас была открытая пара. Мы её подключаем, соответственно, на контакт 11.12. Так. Ну, все выходные пары контактов подключил. Вот. Закрыто 8.9. Открыто 11.12. Сейчас здесь задвинул эти автоматы и зажму ограничитель. Чтобы всё ровно-то у нас стояло в один ряд. Вот я проложил 0. Четвёртая клемма. Вот. Вывел на нулевую шину. Ну, вот, в принципе, и всё. Включаем нашу воду. Включаем. Вот первый. Включаем. Вот второй. Так. Включаем. Реле. Пошёл отчёт времени. Оп. Всё заработало. Контактор у нас притянулся. Теперь включаем оперативку второго ввода. И отключаем первый. Так. Выдержка у нас здесь стоит, кстати. Минимальную 0.5 поставим. Поехали. Оп. То есть переключился. Вот у нас потянулся 2КМ. Соответственно, горит у нас кондикация второго ввода. Возобновляем питание и переходим на основной первый ввод. Пошла бы пешка в ПВ. Оп. И переключились снова на первый ввод. Протянулся контактор 1КМ. Отлично. Теперь настроим наши уставки. То есть запрограммируем правильно данное реле. Ну, программирование это, конечно, громко сказано. Просто выставим уставки. Ну, чтобы приступить к настройкам, давайте пробегусь по его характеристикам. Оно может контролировать естественно, что наличие фаз. Может контролировать асимметрию между фазами. Может контролировать верхнее значение напряжения. Соответственно, нижнее может контролировать нижнее значение напряжения. Осуществляет контроль слепания фаз. Осуществляет контроль чередования фаз. И осуществляет контроль обрыва нулевого проводника. Теперь выставим необходимые режимы и выставим уставки верхнего и нижнего предела, а также выдержку времени. Этот верхний переключатель имеет 4 режима. 1, 2, 3, 4. В первом режиме у нас контролируется и чередование фаз, и слепание фаз, и асимметрия фаз, и контроль напряжения фазы, и обрыв нулевого проводника, а также время повторного включения, время АПВ составляет 5 секунд. Второй режим аналогичный, только кроме контроля чередования фаз. Третий режим, как и первый, только время АПВ значительно больше, 360 секунд. Это для соответствующих потребителей может как раз таки и потребоваться такое время. Компрессорное оборудование и тому подобное. Очень хорошая функция, очень хороший режим в случае необходимости. Ну и четвертый режим, такой более легкий режим, он осуществляет только контроль напряжения в фазах и контроль обрыва нуля. Все. Время АПВ у него 5 секунд. Все нагрузки у меня однофазные. Кроме вот первой группы QF1 здесь у нас подключена трехфазная нагрузка. Это зарядно-выпрямительный агрегат и для него как раз таки было бы и полезно включить защиту асимметрии фаз, слепания фаз, ну и чередование фаз для него как бы не особо и важно. Никакого компрессорного оборудования у меня здесь из нагрузок нет. То есть это у меня обычно идет группа освещения, группа обогрева, питание каких-либо приборов, вентиляция, освещение ячеек на подстанции. А значит я поставлю здесь самый первый режим работы. Будет просто замечательно. В принципе подойдет и второй, так как контроль чередования фаз нам не особо интересует. Кстати можно ставить и второй режим. так, это у нас первый. И вот давайте второй режим и оставим. Верхний порог мы можем регулировать в пределах от 240 до 280 вольт. Я выставил в районе 260. И нижний порог можем регулировать от 150 до 210 вольт. Здесь можем поставить ну вот наверное вот как-нибудь вот так вот около 200 вольт. Верхний порог можно кстати чуть снизить вот так вот поставить 255 плюс-минус. Ну и выдержка отключения соответственно устанавливаю самую минимальную. Ее можно регулировать в пределах от 0.5 до 15 секунд. Я выставил 0.5 данная выдержка работает при асимметрии и при падении напряжения. При повышении напряжения же у нас работает выдержка автоматически 0.3 секунды. Это хорошо. Вот видите сейчас у нас все параметры сети в норме и горит желтый индикатор. Все отлично. Сейчас напряжение у нас 245 вольт. Такое вот немаленькое. И давайте мы сымитируем сделаем как бы верхний предел на 240 вот так вниз повернем резко. А выдержку добавим чтобы проконтролировать. То есть вот так вот. Видите то есть выдержка у нас не сработала то есть да которую мы добавили там 5-6 секунд а переключение осуществилось мгновенно на второй год. И соответственно горит авария. Сейчас восстановим. восстановление 5 5 секунд. Оп. Все. Переключились снова на первый год. Забыл упомянуть параметры выходных контактов. У них в общем две переключающие группы на максимально коммутируемый ток 8 ампер. Но для управления допустим катушками контакторов максимальный ток катушки контактора должен быть не более 2 ампер. У нас в данном случае это условие соблюдается. Хоть я уже и подробно рассказывал про данную схему ВР это самая простецкая схема АВР на двух контакторах тем не менее давайте я расскажу и покажу ее работу. Вот у нас два ввода основной ввод резервный ввод. Вот у нас реле контроля нашего напряжения. В данном случае у нас всегда питание потребителя осуществляется от первого ввода и вот предположим что у нас произошел обрыв падения напряжения на первом вводе. Сейчас отключаю автомат на реле напряжения и смотрим. Реле обесточилось переключилось свой контакт и нагрузка у нас подключилась ко второму вводу через контактор 2 КМ. вот мы видим. Допустим напряжение у нас на первом вводе восстановилось пошел отчет времени 5 секунд и потребители переключились на первый ввод через соответственно контактор 1 КМ. Вот по самой схеме схема у нас как я уже говорил самая элементарная вот у нас первого от первого ТСН вот у нас второй от второго ТСН вот наш трехполюсный автомат SF1 это можно назвать автомат цепи управления ввода 1 сюда же подключено у нас реле контроля напряжения реле контроля фаз SF2 автомат однополюсный это у нас цепи управления вводом 2 при нормальных параметрах ввода номер 1 у нас контакт 25-28 замкнут соответственно фаза проходит через контакт через нормально закрытый контакт КМ. 2 и запитывает и получает у нас питание катушка контактора КМ. соответственно контактор КМ подтягивается и наши потребители наша нагрузка получает питание свода номер 1 соответственно здесь у нас взятый еще блок контактора КМ. 1 на соответствующую ламку индикации питания свода номер 1 как только напряжение у нас выходит за рамки выставленных уставок у нас на это реагирует реле контроля фазка В1 размыкает контакт 25 28 и замыкает контакт 15 16 соответственно катушка КМ. 1 обестачивается контактор КМ. отключает нагрузку в это время фаза со второго года через автомат СФ2 проходит через наш замкнувшийся контакт 15 16 и через нормально закрытый контакт КМ. 1 это блокировка обычная блокировка работы двух контакторов запитывает катушку контактор КМ. 2 соответственно контактор подтягивается и питание нагрузки осуществляется через второй год ну и соответственно забирается лампа вода номер 2 вот и все так как я поменял реле в обозначении этих поводов я внесу изменения в основном в остальном схема осталась прежней ну и дорисую здесь ноль так как наше реле которое я установил она контролирует не линейные напряжения а именно фазные поэтому здесь будет еще клемма и подключение ее на ноль что я и сделал такие же недостатки есть в этой схеме ну естественно что мы здесь контролируем только напряжение чередование слепание симметрию на основном первом вводе при переключении на второй ввод мы ничего не знаем есть ли на нем напряжение какое там напряжение повышенное пониженное есть ли там асимметрия слепание фаз и так далее то есть самое идеальное еще бы установить сюда второе реле и контролировать при переключении еще и параметры сети второго ввода вот это было бы более лучшее решение но тем не менее как есть так есть возможно я в будущем не переделаю эту всю схему в общем в очередной раз говорю реле EL11 от реле автоматика давай до свидания больше у меня нет никакого желания их применять в своих схемах в общем вот такое было небольшое видео про замену реле контроля фаз EL11 на SKF 318-1 евроавтоматик ну и заодно вам сразу показал схему работы АВР данного щита если у вас остались какие-либо вопросы пожалуйста спрашивайте об этом в комментариях кому понравилось видео обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал ну а с вами как всегда был Дмитрий автор канала Заметки Электрика до новых встреч